Здравия, дети, рода человеческого! 2 февраля 2019 года мной был создан канал «Колыбель души», ну и сейчас 14 июля 2019 года, за полгода 8,5 тысяч подписчиков, просмотры, обсуждения, я доволен вообще своим каналом. 24 июня сего года приходит уведомление. Из-за неоднократных или серьезных нарушений наших принципов сообщества действие вашего аккаунта «Колыбель души» приостановлено. Удаляют мой аккаунт. Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний. Если вы начнете изучать правила в отношении дискриминационных высказываний, то вы будете приятно удивлены, что вообще любой ролик, любой, любой, абсолютно любой, можно в нем найти несоответствие нарушение нарушения этих правил в отношении дискриминационных высказываний. Я вот здесь тщательно изучил. Мне вот это понравилось. Кроме того, недопустимы такие оскорбительные высказывания, как «Люди второго сорта». Не расстроившись нисколько, просто ни капельки, я создаю новый канал. В тот же день, 24-го, пришло уведомление, заблокировали мой аккаунт. Я 24-го же создаю новый. Загружаю старые ролики, сделал пару новых, также с 24-го июня. Самое примечательное, это, в общем, вот из этой серии «Саль Сергея Альбертовича сатанизм». Первый, сатанизм два, здесь с Левашовым три, и сегодня четвертый. Я заливаю, удаляет, вообще без предупреждений, сразу же автоматом, либо его поставили, потому что в прошлый раз на том канале, который в феврале был создан, после этого ролика тоже канал был удален. Сначала пришло предупреждение о дискриминационных высказываниях, но там было одно матершинное высказывание в отношении гомосексуалистов. Я подумал, что из-за него вырезал и без него залил, сколько-то тоже один день или два продержалось, после этого канал был удален. В общем, из-за этого ролика. Теперь я обращаюсь ко всем, кто хоть немного разбирается, что из этого ролика нужно вырезать, такого, чтобы его вот так сразу не удаляли, потому что первый, второй и третий, и этот четвертый, они одного поля ягода, поэтому мне сложно вообще понять, что именно. Здесь нужно вырезать. Ссылка на удаленный ролик будет на канал в Одноклассниках и на страницу ВКонтакте. Благодарю, что дослушал до конца и да пребудет с нами сила прошлых воплощений. Здравствуйте, друзья! Я хотел бы обратиться к общественности, к общественным организациям. Меня зовут Кош Константин Владимирович, я администратор группы «Основные геноцид русов» и других коренных народов России. Я являюсь администратором канала в Ютубе «Крамола». Ну, в Ютубе есть два канала «Крамола» и мой с меньшим количеством подписчиков, там 64 тысячи подписчиков, и название написано «Латиницей». Вот только сегодня мой канал «Крамола» заблокировали. Соответственно, кинули страйк на два видео, в котором только констатировались факты. Значит, первым – это еврейские солдаты Гитлера, где приводились факты, доказательства, причем там, по сути, была нарезка из разрешенных в Ютубе роликов, которые ссылались на факты, официальные книги, издательства и так далее и тому подобное. И второй ролик, который запретили сейчас, о том, что наше правительство спонсирует чипизацию населения, что на это уже выделены деньги, об этом рассказывает Царёва, и у меня этот ролик, об этом ролик заблокировали. Есть отдельный ролик с названием видео, где я рассказываю о том, что канал «Конец слова», канал «Крамола» заблокировали и так далее. Значит, в связи с чем я делаю обращение? Обращение связано с тем, что, как я считаю, пытаются замолчать вопрос геноцита. Я, как администратор группы «Основной геноцид русского» и другого коренного народа, значит, я заявляю официально и прошу поддержки в публикации и в поднятии данного вопроса. Почему я сделал объяснение? Дело в том, что на своём канале, по сути, мой канал в последнее время и, значит, полностью отдан вот этой теме геноцида. Ну, скажем, один из фактов. В 2012 году был подписан, значит, нашим правительством закон, по которому необходимо будет в течение нескольких лет, ну, короче, выдано будет мигрантам 30 миллионов паспортов. То есть каждый год, сейчас, 2012 года, несколько миллионов мигрантов мигрантам выдают паспорта. И, несмотря на это, прошу обратить ваше внимание, сокращается население России, русского и коренных народов России. Значит, почему моя группа называется «Русов»? Да, потому что не было никогда в истории планеты Земля такого понятия, как русский. Мы никогда не говорим итальянский, французский. А ты кто? Я французский, я шведский, я итальянский, я английский. Понимаете, никогда такого не было. Английский язык – это прилагательное. Оно прилагается к существительному. Рус. Язык какой русский? Никогда не было такого, чтобы язык был, что, извините, национальность была русской, были русы. И нас за границей постоянно называют русами. Вот. Поэтому я и, значит, поднимаю. Значит, прошу, значит, обратить внимание на огромные факты, потому что у меня есть огромное опасение, что мой народ, русский народ и другие коренные народы, мы всегда жили вместе, мы никогда не разъединяем, не, знаете, не стравливаем. Мы против революции, да. Мы за законное отстаивание права, мы поддерживаем ШИЕС. И заметьте, ШИЕС всегда и другие люди, когда отстаивают свою территорию законным, на законном основании, они никогда не выступают свержения власти, посмотрите, и так далее. Не выступают там за устраивание БУЧи. Они всегда за законы, за решение вопросов, вопроса через референдум, за решение через суды, за решение вопросов законным и требуют закона, и так далее. Так вот, мы не устраиваем, Россия была многонациональной, но напомню, что на территории России живет 80% населения. Напомню, это по законам ООН считается, наша страна считается мононациональной. Однако, никогда на территории России ни один народ не был притеснен. Смотрите, все народы, которые живут с нами, в основном, даже вот чеченские, посмотрите, насколько увеличилось население и так далее, тому подобное, других народов. Сокращается огромными темпами, как ни странно, почему-то это наше население, русский народ. Всем здравия, с вами Ведогор. В этом видео я делаю его уже на своем новом канале, или точнее, на своем запасном канале, который называется Мирянин Ведогор 2. Так как на основном канале, основной мой канал, Мирянин Ведогор, был заблокирован Ютубом. Я скажу, Ютуб в любой момент может заблокировать любой канал. Так что, поэтому у меня был, на всякий случай, я раньше его рекомендовал, запасной канал. И сейчас опять я рекомендую под этим видео свой запасной третий канал, который называется Мирянин Ведогор 3. Пока на этом канале, на третьем и на втором, пока ничего там особо нету. Но я просто буду продолжать делать видео. Так что, подписывайтесь на мой канал, который называется Мирянин Ведогор 2. Почему Ютуб заблокировал канал? Это было из-за последнего моего видео. И он сразу не предупреждений, не заблокировал видео, а сразу заблокировал полностью канал. Что там было? Видео называлось «Кто правит миром?» Но я там сказал чуть-чуть от себя, совсем чуть-чуть. Ну, что вот есть там рептилоиды, они управляют серыми пришельцами, те управляют масонами, иллюминатами, там такое, в общем. И дальше я поставил минут на 30 отрывок из книги, из одной из книг «Кусочек» Сергея Тормашева, он писатель-фантаст, и там пишет в стиле фантастики разное, про космос там всякое. И, в общем, там было «Кусочек, как рептилоиды захватили планету осьминогов». Ну, видимо, это было нетолерантно. И кое-кому, кто управляет миром и Ютубом, это не понравилось. И удалили. То есть, то, что удалить человека, это толерантно, а то, что человек может правду сказать правду, она всегда нетолерантна будет. Это то же самое, что я скажу, «А вот котики они мяукают, а вот собачки они лают, а вот коровки они мычат, а вот свинки они хрюкают». И это можно тоже подписать под нетолерантность уже, что почему-то я сделал различие и сказал правду, что те вот так себя ведут, а эти вот так ведут себя. То есть, тут получается надо осторожней, как бы. Видите, могут забанить весь канал сразу. Ну, до этого на том канале на основном «Мирянин Догор», у меня какие видео уже были забанены? Просто, ну, тогда не канал банили, а просто видео. Одно видео было, где я рассказывал, что означают слова «расизм», «фашизм», «нацизм», «свастика» с древнерусского языка». Я разъяснял это. То есть, Ютубу не понравилось, я был, ну, видео было удалено. Потом я делал видео, было удалено видео, «Земля, не плоская земля», называлось видео, то есть, я объяснял, что земля – шар, и объяснял просто со своей свидетельской точки зрения, что объясняют вот эти на трех слонах, на черепахе, что значит, это имеет все значение, это все можно найти в интернете. Плоская земля – это означало плоское мышление людей. К слову, там один идеология, там другой еще что-то, это на чем держится земля, и черепаха – это энергия. В общем, я объяснял, что это символическое значение, тоже был удален, и еще был удален видеоролик, который назывался «Катахизис евреев СССР», тоже был удален. Ну, некоторые ролики, я так понял, YouTube просто берет и специально не продвигает, да, их никак. Некоторым ставят 18+, да, что там, и тогда ролик тоже не набирает просмотров, абсолютно, он выпадает из, там, ни лайки, ни сообщения, нельзя писать под ним, уже все. Вот такое бывает. Вообще, я говорю, вот, всегда держите запасной канал, я буду продолжать также по славянско-ведической традиции канал будет идти, и по альтернативным исследованиям. Старые видео, может, какие-то я залью, там, если я найду где-нибудь их, потому что я видео не храню, ну, я так, я буду по-новой делать. Я не часто делаю ролики, последнее время не часто делал, да, после этого закрытия канала, просто не всегда время есть, у меня есть другие дела, чем заниматься, надо и денежки-то зарабатывать, я же с Ютуба не зарабатываю, ничего. Да, кстати, на моем канале было почти там, ну, можно сказать, 50 тысяч подписчиков, и просмотров уже он последнее время начал нормально набирать. А так, вообще, если что, что я и в ВКонтакте Мирянин Видогор, и в Фейсбуке Мирянин Видогор, и в Скайпе Мирянин Видогор, и вот, этот канал, ну, будет Мирянин Видогор 2 называться, Мирянин Видогор 3 уже, ссылка под видео, запасной канал. Также, просьба ко всем соратникам, альтернативным исследователям, закиньте это видео в раздел сообщества, так как, ну, у него, это канал, на нем не было, это первое видео, можно сказать, последнее видео выходило года, почти два года назад, на этом канале, и там всего было несколько видео, это они такие, ни о чем были слабенькие. Так что, можно сказать, я начинаю с нуля, с пустого канала, и кто в соцсетях, может тоже, ну, закиньте это видео, чтобы люди подписывались на новый канал, чтобы, потому что мне, кстати, вот, извиняюсь за то, что не отвечал, вконтакте пришло очень большое количество сообщений, у тебя забанен канал, а если новый канал, а что ты будешь делать, и каждому ответить я не могу, поэтому вот сейчас отвечаю. Ну, чтобы не затягивать, такое будет коротенькое видео. На этом все, ставим лайки, подписываемся на канал, слава богам и предкам. Субтитры сделал DimaTorzok